Девушки отдыхают В этом простом регуляторе управления вентилятором зашита система умного дома Вот этот регулятор в выключенном положении у нас Но у нас настроен резистор Вот этот Минимальная скорость вращения вентилятора Сейчас замеряем скорость потока воздуха Привет, господа! Вы находитесь на канале i-House Thermo Plus И с вами Олег Кузьмичев И тема сегодняшнего обзора это третья часть про вентиляцию Первая и вторая часть Есть ссылки в описании под видео или в закрепленном комментарии Я на самом деле там накидаю очень много полезных ссылок Чтобы вы могли просто наглядно найти их легко И посмотреть именно полезные ссылки Сейчас третья часть будет именно про то Как сделать естественную вентиляцию Стабильной, управляемой и умной И для этого я вам сейчас покажу пример расчетов вентиляции естественной в этом доме Для начала я вам покажу как она работает Приточка У нас приточная вентиляция Две трубы по 160 Здесь у нас еще две трубы по 160 Одна уходит в соседнюю комнату Сейчас мы измеряем скорость потока Примерно где-то 2 метра в секунду Вот вы видите на экране При поступлении воздуха 2 метра в секунду Через диаметр 160 миллиметров трубы То у нас получается 144 куба в час Но когда мы ставим дефлекторы Этот объем воздуха сразу уменьшается Примерно на 10-20% Многие спрашивают А сильно ли скорость потока падает Когда у нас труба изогнута на 90 градусов Давайте сейчас сразу тоже проверим Замеряем скорость потока здесь Видим, что там значение в районе 2 То же самое, нисколько скорость не падает Дорогие друзья Я вам показал как работает приточная вентиляция Она должна примерно работать 2 метра в секунду Больше это уже сдувает Я вот даже здесь стою Она от меня где-то на расстоянии 2 метра Я чувствую небольшое поддувание холодного воздуха И я вам сейчас выкладываю ГОСТ Посмотрите его внимательно Какая скорость потока должна быть в тех комнатах, где вы спите Я не просто так выкладываю вам Я хочу, чтобы вы поняли Что зимой вы приточную вентиляцию Возможно будете закрывать Из-за того, что дети там на сквозняке спят Жены там жалуются Прежде чем сделать ее Внимательно подумайте Потому что в квартирах это безвыходность В частном доме установить приточный клапан Для поступления воздуха Всегда намного проще и легче Во второй части про вентиляцию Я даже показал наглядный пример На одноэтажном доме И схема там в видео есть Можете перейти по ссылке в описании Которую под видео И посмотреть Если вы зимой закрываете вот этот приточный клапан Который у вас в спальне А причинам в принципе одна Жена ругается Потому что ее там продувает Дети начинают болеть Закрываете приток воздуха в помещении То получается у вас нет куда воздуху взяться В итоге через канал вытяжной вентиляции У вас прет обратка в помещение Также надо взять во внимание Если у вас маленький дом И у вас где-то на кухне установлен газовый котел Он тоже на себя берет определенное количество воздуха И тут надо опять дополнительные расчеты сделать Здесь которые расчеты я вам сейчас покажу У нас котельная отдельно Там своя вентиляция И мы ее просто убираем Из объема воздуха в этом доме У нас объем помещений здесь 975 кубов Но у нас есть топочная Мы отнимаем 41 куб И получается у нас объем помещений в кубах По воздуху немножко меньше Нужен обязательно воздухообмен При естественной вентиляции Чтобы был у нас 50% И это составляет у нас 467 кубов в час При таком объеме Но многие зададут вопрос Ну это же большой объем Тут 3 человека живут И мы столько кислорода там не выжигаем И углекислого газа не выдыхаем Я согласен Эта норма должна быть Примерно где-то 35%, а не 50% Но, дорогие друзья К вам приходят гости Были буквально месяц назад Были новогодние праздники И вот представьте Если у вас воздухообмен Будет ниже этого уровня То дышать в помещении нечем Плюс у вас душ принимаете Ванну принимаете Это тоже надо делать воздухообмен Также при у вас есть приготовление пищи Он должен быть 50% Теперь мы смотрим наш приток Поступление через нашу приточную вентиляцию 4 отверстия Здесь уже взято с учетом турбулентности 520 кубов в час То есть он даже немножко превышает Надо всегда поступление делать Немножко с превышением Это составляет где-то 56% Дальше удаление от работы на газа Через вентиляцию Здесь всего лишь 360 кубов в час Естественным способом 39% Почему так сделано именно 39% А не 56% Потому что в этом доме Кто смотрит наш канал Там 2 года, 3 года уже смотрит Я всегда говорю Что есть чудо Вентиляторы Которые ставятся на крышу В проекте этого дома Эти вентиляторы были Уже запроектированы И также кабель-канал Который вы увидите В стенах заложен Для управления этими вентиляторами Они уже есть Итак Обратим внимание Если у вас приток воздуха Будет ниже, чем удаление воздуха Из помещения То у вас Тогда Или на одном уровне У вас пойдет Обратка 100% При очень низких температурах Ну а в летнее время Она просто может встать Так что Приток всегда должен выше Чем удаление отработанных газов Или отработанного воздуха Из помещения Вот примерно процентное соотношение В первом ролике Про вентиляцию Я показал Как мы закрыли Один из приточных клапанов Второй у нас закрытый был На 30% И это было специально сделано Я прямо Наглядно показал Как из вентиляции Идет обратно Обратно в помещение Так что посмотрите Первую часть Так как здесь будет Умная вентиляция Вот этот поток воздуха Объем вернее воздуха В час замещения Он будет разным Объясняю почему Потому что у нас За замещение воздуха В помещении Будет отвечать Крышный вентилятор Который вы увидите В дальнейшем От того Какую скорость потока воздуха Он будет все забирать Будет и зависит Воздухозамещение В помещении Хочу обратить Внимание Господа На одну важную деталь Это у нас Приточная вентиляция Здесь вот вы видели Она работает Примерно там Два метра В секунду И вот вы представьте Если у нас Будут стоять вентиляторы То у нас Обратной тяги Через приточку Не будет То есть у нас Все будет регулироваться Только в одну сторону Мы ее делаем Стабильной Но Здесь Мы начинаем Закрывать На зиму Нам холодно Или еще По каким-то причинам Приточный клапан Или мы его Уменьшаем диаметр То получается Что у нас здесь Может быть Скорость уже Не 2 метра в секунду А 15 метров в секунду А это скорость 50 км в час Примерно Объем воздуха Если у вас Выкачивается Из помещения Он должен Также и замещаться Откуда ему взяться Если вы диаметр Заузили Это увеличение Скорости Потока воздуха Не более Господа Вот этот объем воздуха Уже посчитан С учетом Турбулентности И сейчас Мы увидим Ну я вам просто покажу Для наглядности 2 отверстия Какая там Скорость потока воздуха Через них проходит Также Там трубы У нас здесь заложены Везде 110 мм Канализационные Потому что Это монолитный Железобетон И отливать В нем Какие-то другие трубы Сминают просто Итак Дорогие друзья Смотрим Какая скорость потока У нас Метр в секунду Вот у нас Показывает Там 110 труба Видно Там Единицы Или полтора метра Один метр в секунду Или полтора Сейчас Давайте Померим Сразу Следующую У нас Примерно Где-то Расстояние Между двумя Венканалами Где-то Метр Метр Метра в секунду Один Четыре Венканал У нас Строго Под вытяжку Этот У нас Венканал Как бы Перехватывает Дальше То что у нас Вытяжку Не попадет Он объединен С другим Венканалом Который у нас Находится Вот в этой стене Фактически Вот эти два Венканала Отвечают За то Чтобы Убирать Отработанный Воздух Из этого Помещения Также у нас Еще есть Венканал В санузле На первом Этаже Смысла Наверное Нету Показывать Вам Всю вентиляцию Которая идет С сокольного Этажа Которая На втором Этаже И как она Работает Потому что Это просто Пустая трата Времени Везде В принципе Одно и то же А сейчас Мы перейдем К крышному Вентилятору Компании Вилпы Только перед началом Уж господа Потерпите немного Надо посмотреть Рекламу Это реклама Нашей компании Реклама 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 Продолжение следует... Итак, господа, представляю вашему вниманию финский вентилятор от компании Вилпы. Он относится к классу энергоэффективных, малошумных, максимальное потребление у него до 80 Вт. Но это когда мы его включаем на полную мощность и при этом он прогоняет практически 600 кубов в час. В основном он работает на режиме где-то 40-70 кубов в час. Я об этом режиме расскажу. И при этом он потребляет примерно от 4 до 7 Вт. Состоит он из дефлектора. Здесь есть утеплитель диаметр 125 мм. Этот вентилятор называется ЭКО-190П. Такие вентиляторы для вытяжки на кухне и также для вентиляции дома годятся. Сейчас мы его снимем крышкой. Он у нас подключен. Видите, крутится. Здесь уже я вам показываю, вентилятор в выключенном состоянии, но он крутится. Особенность этого вентилятора, особенность этого вентилятора, это вот этот модуль регулирования оборотов. Почему я отношу этот в системе умный дом? Вот у нас есть резистор. Смотрите. Мы его выключаем. То есть в выключенном состоянии он не работает. Но он также мы можем настроить, чтобы он у нас работал постоянно. Сейчас запустится. Если у нас выключенный вентилятор в выключенном положении работает постоянно, вот в таком состоянии он где-то прокачивает через себя 20 или 30 кубов. Ну, надо померить. В принципе, если он там прокачивает, пропускает через себя до 90 кубов в час, он потребляет всего лишь 9 ватт. Можно настроить, я говорю, сколько вам нужно. Вот сейчас я его прибавлю сильнее. Вот он уже максимальный. Все это мы сейчас померим. В чем преимущество этого вентилятора вот с этим регулятором? Это комфорт. Вам не нужно никакой системы умного дома. Потому что вы раз настроили, у вас система вентиляции работает стабильно. Вам не надо там прыгать, бегать, что-то там налаживать, смотреть через iPad, через это. Это все баловство. Вам даже не нужно, если честно сказать, устанавливать на эту систему дополнительный датчик СО2. Если вы хотите просто померить СО2, но купите, вот он дешевый, померьте. Поверьте, вы его выкинете и не будете им пользоваться. Потому что у вас, если будет происходить воздухообмен, о котором мы говорили, откуда здесь СО2 взяться? Потому что они работают у вас постоянно. У вас система вентиляции работает стабильно. При сильных морозах или при жаре она не встает. Датчик влажности. Зачем он нужен? У вас что тут? Бассейн, общественное здание. У вас тут народу, не знаю сколько, которые выдыхают пары. Ну и также выдыхают углекислый газ. Это частный дом. Вот это датчики СО2 автоматически, чтобы включали-выключали все это. Они нужны в основном в общественном здании. Если, разумеется, у вас нету какого-то бассейна. Ну это, наверное, единицы могут его иметь. Потому что, когда вы находитесь в душе, вы чувствуете, что там повышенная влажность. Вы берете, включаете. Готовите пищу. Запах пищи начинает распространяться по помещению. Вы берете, включаете. Новый год. У вас много друзей. Поздравляете с друг друга. Пьете. Все такие энергичные. Вы просто берете его, включаете. Все. Если у вас несколько вентиляторов стоит, вы можете сбалансировать так эту систему. Что у вас где-то будет немного побольше забирать в каких-то помещениях. А где-то немного поменьше. Вот в этом все преимущества. А сейчас я покажу, какой расход воздуха идет при минимальных оборотах и максимальных. Чтобы вы понимали, сколько именно вилку потребления воздуха или прокачки воздуха. Именно вот в таком выключенном режиме. А теперь о преимуществах вообще и о крышных вентиляторах. Сразу давайте поговорим. Оно может быть любой фирмы. Когда вентилятор стоит на крыше, он высасывает воздух. И когда он его толкает вперед, он не испытывает никакого сопротивления. Когда мы ставим вентилятор на наши вытяжки внутри помещения, они шумят. Их надо выключать. Они малопроизводительные. И они этот воздух толкают вперед. И когда у нас очень низкие температуры, они испытывают очень большое сопротивление. Иногда эти вентиляторы еле-еле работают и проталкивают его. Вот в чем преимущество от крышных вентиляторов. Это я вам сразу скажу. Может быть любой фирмы. Вы можете выбрать любой, какой вам нравится. Я не производитель. Мне за рекламу не платят. Я всем нашим заказчикам советую просто вот эти вентиляторы. Потому что они энергоэффективные, умные и малошумные. Этот вентилятор вилковский. Он еще имеет защиту двигателя. Вот представляете, что-то попало, мы остановили. Сейчас он произведет самую диагностику и запустится. Раз, два, три. Поехали. Вот этот регулятор в выключенном положении у нас. Но у нас настроен резистор. Вот этот. Минимальная скорость вращения вентилятора. Сейчас замеряем скорость потока воздуха. Примерно один метр в секунду. Один метр в секунду. Это у нас получается 44 куба в час. Вот он через себя пропускает. Это вот минимальное значение. Дорогие друзья, я выставлю таблицу, сколько кубов он прогоняет через себя и сколько ватт он потребляет. Ну, это вот примерно 3-4 ватта. Не более. Давайте настроим максимально, сколько он может. Выключенный составляет. Тоже у нас выключен. Видите? Размеряем максимально. 4-4-4-4. Ну, 4 метра в секунду. Это у нас получается 4 метра в секунду. Он прогоняет, пропуская через себя, 177 кубов в час. Вы слышите работу вентилятора? Вот он даже здесь лежит на стане, его не слышно. Через себя 170 кубов в час. Он примерно потребляет от 13 до 14, до 15 ватт всего лишь. Чувствуется прямо, сосет хорошо. Ну, а теперь давайте я вам покажу, сколько он может через себя прогнать. Включая его на полную мощность. Ну, вот, например, вы приготовите пищу. Ну, наверное, полной мощности не надо. Чтобы он немножко посильнее работал. Чтобы не сильно слышно было. Вот. Мерим. Сколько в таком режиме? Слегка. Готовите пищу. Это уже у нас получается 6 метров в секунду. А 6 метров в секунду он через себя пропускает. 265 кубов в час. В таблице вы посмотрите, сколько он потребляет. Потому что я на память уже не помню. Вот уже такая вытяжка на кухне работает. Я думаю, что она все выключает. Даже сковородку поднимет. Поднимаем еще сильнее. Здесь уже, конечно, шум слышно. Но... Но только там. Здесь вообще шума никакого нет. На входе. Так как он стоит на крыше, ничего страшного нет. Это уже у нас практически 9 метров в секунду скорость потока. Включаем на полную мощность. Почти что 20 метров в секунду. Это у нас 594 куба в час. Сейчас я покажу, сколько километров в час он делает. Скорость. 70 километров в час. Скорость потока. Вот мы его выключаем. У нас горит индикатор. Он у нас работает. Это у нас примерно 11 километров в час. 4 метра в секунду. Господа, вот вам выкладываю таблицу. На это я потратил примерно 3 часа, чтобы ее расчертить, посчитать. Потому что у компании Вилпы эту таблицу я скачал. Но там строгих таких графиков нет. Сколько он там примерно потребляет вилки этой. Так что, пожалуйста, напишите комментарии. Полезная это вам была таблица или нет. Ну и также тот же кост, который я вам это в начале видео представил. Потому что вот нет в последнее время желания никакого там что-то рисовать. Просто рассказать тупо и забыть. Но если вы хотите получать информацию, пишите комментарии. Потому что я буду знать, что этот труп не напрасный. Ну и также делитесь видео. Теперь смотрим таблицу. Дорогие друзья, в следующем видео я вам расскажу. Есть две системы установки вентиляторов. Это у нас для приготовления пищи вытяжка. Один вентилятор и один общий большой вентилятор, который подсоединен в общую систему. Второй вариант. Это опять же у нас на вытяжку стоит отдельный вентилятор. И уже у нас вентиляторы собираются отдельно на санузел. Отдельно там на продувку там помещений. Это второй вариант. И вот эти два варианта мы разберем. Здесь будет именно второй вариант. Чем он лучше, чем он хуже, вы поймете в следующем ролике. Труба для вытяжки. И вот я как показывал, вон там вентиляция. С другой объединен в одну. На чердаке тоже покажу, как это объединено. Найду там фотографии какие-нибудь или видео может есть. Также здесь уже у нас в районе приготовления пищи будет стоять два регулятора. Один будет работать у нас на вытяжку. Второй у нас будет работать вот на эту вентиляцию. У нас еще протянуто здесь уже протащены кабеля для управления вентиляторами. Плюс 220 это на свет. Один у нас в противоположную сторону уходит. Это у нас там санузел. Санузел. Все собирается на чердаке и подсоединяется к вентиляторам. Господа, предлагаю вам еще одну тему на нашем канале открыть. Это система отопления. Теплая полоза и против. И я вам расскажу плюсы и минусы той или иной системы. А также расскажу, как устроена вот эта система. И обратите внимание, вот этот насос работает на радиаторы первого и второго этажа. И обратите внимание, сколько он прогоняет кубов в час воды по системе. А это его потребление. То есть все подробно могу рассказать. Итак, задавайте вопросы. Будем собирать всю эту информацию. И будут следующие ролики именно по системе отопления. Потому что на системе отопления можно экономить даже в доме не энергоэффективном до 10 кубов газа в сутки. Продолжение следует... Продолжение следует...